Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня, спустя неделю, я наконец-то вышла на улицу. И с мужем мы пошли, сходили на базар. Я сейчас подсела на ПП, на разные коктейльчики, соки. И, ну, в общем, после конференции, на которой все подряд пихала себе, нужно немножко делать разгрузку. Потому что, когда ты кушаешь, питаешься правильно, тебе становится легче жить. Ну, я так думаю. Это только моя точка зрения. И поэтому вчера я приготовила вот этот ПП-пирожное. Сегодня я решила, увидела другой рецептик с ПП-сникерс и с фиников. И зарядилась этой мечтой и все превратила, воплотила в жизнь. Сейчас бы я буду готовить попозже. У меня есть время 45 минут. Полчаса мне нужно сделать йогу, потому что у меня не получилось никак. Потом у меня 15 минут на приготовление этого рецепта. Потом у меня в 4 часа идет вебинар. И потом я все это раскидаю по холодильникам, по своим местам. Так вот, мои дорогие, все подорожало очень сильно, очень сильно подорожало. И иногда выгоднее покупать что-то в маркетах, чем на базаре. Мы пошли в маркет намеренно за вот этой пастой арахисовой. И нам встретилось очень много чего, что намного дешевле, чем на базаре. Вот эта арахисовая паста мне нужна для моего ПП-сникерса. Она стоит 55 лир. Там есть и фындык, и это фыстык. Увидели мы рыбу с ОМОН. Скидки из 300 лир. По 100 лир за килограмм. Вот такую огромную взяли. Она стоит 124 лир здесь. Больше 1,200 или 1,300. 1,300 почти. И знаете что? Внутри нету икры. Уже научились турки вытаскивать все, потрошить. Вот такие вот умники стали. Но мы в Картурии потратили 300 с чем-то. Видите? 317 лир. Что мы там купили? Купили пасту арахисовую, купили рыбу. Купили картошку там по 12 лир. На базаре мелкая 16-18. Купили помидоры по 15. На базаре 25-30. Купили лук. Вот такой я люблю лук. Одна цена, но я люблю крупный. Купили что еще? Купили вот такие апельсины для сока. Купили лимоны. Они стоят, кажется, 15 лир килограмм. Лимоны купили 8 или 10, там не важно. И я купила бананы вот такие зеленые, потому что мы не успеваем их кушать. И они у нас переспевают. Пускай лучше полежат, да? Вот. Сейчас я вам расскажу, что мы купили на базаре. Эти одна цена 25 лир этих бананов в Карфуре. Так. На базаре мы купили зелень. Вот эта вот зеленься, вот эта вот, вот это вот все стоит 80 лир. Вот. Понемножку всего взяли. Перец 25 лир полкило. Появились вашингтоны и грейпфрукты по 10 лир килограмм. Так. Купили по 20 лир корольки. Есть и дешевые по 7, по 6 лир мандарина. Мы по 10 взяли. Еще что мы купили. Купили по 50 лир авокадо. Один такой, такой, не мягкий, а вот эти вот помягче. Я для себя выбрала. Есть и по 60, и по 70 лир. 25 лир килограмм стоит очень свежая, бесподобная лобби. Фасоль. Посмотрите, как она прямо ломается. И вот такая вот огромная капуста стоит 20-30 лир. Вот эта вот штука. Огромная. Дальше. Купила я арахис для моего тортика. И купила финики. Они 300 с чем-то. Вот это вот 15 штук финики. Самые дорогие. Я взяла самые крупные. 120 или 130. Вот. Ну и все. Вот что мы купили сегодня. Так что, мне кажется... А кабачок забыла я совсем. Кабачок. Ну ничего, у меня есть кабачок. Еще там я его натерла. Два кабачка у меня были. Я его натерла. Видите, как посолила. И сок стер. Вот этот сок я выпиваю. Я не выбрасываю ничего. Так. Еще что. Тут тряпочки у меня где-то до места сесть. Сейчас рыбочку чуть-чуть засолю. Чуть-чуть пожарим потом. Ашкем сегодня идет с друзьями в ресторан. Так что мне есть, что сегодня кушать. Вот эта курочка бесподобная. Очень вкусная. Так что я вам советую приготовить ее. Как напоминает киевские котлеты. Вот яблоки мы не купили. Но у нас есть яблоки. Я еще хочу шарлотку сделать. Столько чего есть планов сделать мне для моего ПП питания. И будем работать. Ну, а сейчас я пошла заниматься йогой. Сейчас я решила с вами поговорить. Что-то я такая некрасивая. Так. А сейчас какая-то я зеленая. Вся солнышко. У нас сегодня бесподобная погода. И знаете, что говорят? Что у нас уже не будет дождей. Вот мы сюда перенесли наши стулья и кресла. Потому что на той стороне очень холодно. Мы решили с Ашкемом будем здесь кайфовать, с ним сидеть. Ну вот. Буду сейчас разбирать. Нет. Буду сейчас быстрее на йогу. Время все. Какой-то нехороший у меня экран. А вот. А сейчас я сажусь на мой коврик, который с утра приготовлен. Ну и задел. Мне пришлось отложить с моего коврик. Вот. Птички мои меня ждут. Я все попылесосила. Все убрала. Такая хозяйка. Такой кайф испытала. От свежего воздуха. Ну знаете, что? На солнышке в этом нормально. Хотя у меня еще майка внизу. А вот в тени уже прохловатно. То есть на набережную нужно одевать обязательно куртку. Или безрукавку. Потому что пришла зима неожиданно. Мерсин. Да. Но все, буду работать. Так, мои дорогие. Что нужно для того, чтобы приготовить это ПП Сникерс? Нужно финики. Я купила огромные. Они 300 с чем-то. Есть и по 100, но они мелкие. Вот такую арахисовую пасту. Хотя у меня кунжутная есть. Я подумала с кунжутной. Вот такие кедровые орешки, которые мне угостила. Мой лидер. Восьмого уровня Марина Валыка из Сибири. Там также у меня здесь я поджарила арахис. Тоже понадобится. Я так тороплюсь, чтобы успеть на вебинар. Просто буду вам показывать то, что буду делать. Вот я раскрыла. И сейчас, наверное, двумя руками нужно просто вот так надавить. Распластать это весь финик. Вот. Покажу вам потом. Вспомнила, что могу воспользоваться этой штучкой, калкой. Кстати, очень хорошо получилось при помощи калки. На это уходит не так уж много времени. Сейчас я вот так вот уберу эту кальку и продолжим. Арахисовую пасту сейчас размажу вот так вот с помощью такой лопаточки. Трудно это делать одной рукой, поэтому сейчас размажу все и покажу вам. Двумя руками это очень оказалось легко все сделать. Поэтому сейчас я отправляю на час морозильную камеру, чтобы оно все так застыло. Я вспомнила, что у меня такой есть шоколадный соус вместо этих конфеточек, шоколадок. И я решила воспользоваться им. Как его приготовить? Его надо залить в 2,5 стакана на всю эту порцию. Но мне нужен, наверное, стакан на мой десерт. Поэтому я пересыпала в банку и ровно поделила на части. Так как у меня молоко, оказывается, происпортилось, я взяла сухое молоко, которое я употребляю вместе с кофем. Ложку положила. Сейчас добавлю молоко. Сколько добавить? 250 мл. И поставлю варить. Через час вот такое вот у меня красивое получилось. Вот такое вот красивое получилось. Сейчас я сварю шоколад. Наверное, еще добавлю плитку шоколада туда, чтобы было повкуснее. Будем смотреть, что из этого получится. Вот. Какая красота у меня по имени лучилась. Тут у меня и грецкий орех, и вот маленькие семечки, и кедровый орешек, и пусты. Вот сейчас я вот это все положу в морозилку, и готово. Вот этот шоколад получился у меня немножко много. Хотя я взяла один стакан, да? Вот. Ну вот, факт, что получилось. Будем ждать результат. Всем добрый вечер и приятного аппетита! Посмотрите, какой у меня замечательный ужин. И я ужинул в одиночестве. Мой муж ушел в ресторан с друзьями. А у меня ждет работа. И мне нужно быстренько перекусить. Подогрела я курочку свою. А это, знаете что? Это из кабачка. Я добавила рисовую муку. И сейчас буду пробовать. И вот сметанка, кетчуп, если захочу. Вот и все. Только выпить не хватает. Но выпить нельзя-то, потому что у меня работа предстоит. Так что все, я разгребла уже. Приготовила же вот это пирожное. Пирожное. Шесть часов сейчас как раз покушаю. А потом с чайком полакомлюсь конфеткой вкусной. Сникерс. Приятного аппетита мне! Интересно, из рисовой муки какое выходит. Тут только кабачок и рисовая мука. Ни лука, ни морковки. Ничего нет. Вы только посмотрите, что у меня получилось. Вкусно? Очень вкусно. Сейчас кофем или с чайком. Смотрите. Могу взять и в руки. Вот так выглядит задняя сторона. Вот так видите, вот это передняя. Это очень вкусно. Сейчас. Разрежем. Два красивые части. Красивенькие такие. И начнем пробовать. Я чуть-чуть откусила уже. Ну что? Когда хочется сладенького, пробуйте сникерс. Ничем не сникерс, смотрите. Ммм, вкусно. Еще можно готовить с банана. Я видела, вместо финика выкладывать слой банана. Вкусно, да? Приятного мне аппетита. Вы ставьте лайки, пишите. Подпишитесь на мой канал. И не забудьте писать комментарии. Хорошие. Только хорошие. До ужина у меня время осталось. Я решила порисовать. Вчера я рисовала на благодарности за мою поездку на конференцию. За то, что я бесплатно, меня компания пригласила в качестве почетного гостя. Это так стимулирует, так мотивирует. И я увидела действительно богатых, успешных людей, которые годами работают в этом бизнесе. И это не только я, которая пришла пять лет назад, а они более десяти лет. И из года в год приезжают и собираются вместе. Это такой стимул и мотивация. И вы знаете, вот я наконец-то порисовала этот рисунок. Еще я рисовала благодарность моему роду, моим родителям за то, что они родили. Вы знаете, надо прощать обиды, какие-то негативы, какие-то нехорошие воспоминания. Ведь когда вы в гармонии с родителями, они вам дали жизнь, и у вас жизнь заметно начнет меняться. У меня были когда-то какие-то обиды на папу, на маму тоже я обижалась порой. И я переосмыслила, что это мои родители, мы не имеем права на них обижаться. Поэтому цените их, любите и не обижайтесь. Прощайте, что бы они вам ни делали, но это же ваши родители. Или когда вы их простите и будете их любить, у вас все в жизни изменится резко. Как и у меня изменилось тоже. И вот я нарисовала этот рисунок. А сейчас я сижу, рисую. Смотрите, какое красивое зелень, деньги, развитие, треугольники, дерево. Деревья какого цвета? Цветочки, трава. Они уже все растет, в рост идет. Вот так вот, я решила сделать мой рисунок в зеленых цветах. Сейчас пойду готовить. Я очень много чего рисовала. И вот мою конференцию я тоже прорисовала. Три рисунка только. И вот произошло чудо. Да, я не скрываю, что мне пришлось за мужа платить. Мой муж стал бизнес-партнером, зашел мой бизнес. И он попал со скидкой. Если бы он не был бизнес-партнером, он бы платил полную цену. Там, может, была десятипроцентная скидка, мне кажется. Вот. Ну и это тоже плюс. Ну и дорога, туда-сюда. Села шмотки, обувь. Те только. Смотрите, там ботосы такие. Супер ботосы. Последняя марка моего мужа купила. Ну, туфли ботосы. Четыре тысячи стоят они. Самые дорогие были. Мои по три тысячи были на каплучках. И все это вышло в огромную сумму еще. И все это благодаря моему бизнесу. Недавно я получила два дня назад зарплату с Ютуба. Господи, 300 лир. Это на какие-то подписки пойдет. Основной мой заработок. Гей ГОЭС. Мекстера форум. Который прошел с 15 по 19. И очень много чего интересного. Такая была у нас программа. Аукцион был. The Art Lab. Ну, в общем, все было очень интересно. Такой красивый. Вот и воспоминания остались шикарные. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик. И на все уведомления.